Привет, дорогие друзья, привет, дорогие зрители, ну и чудо-комментаторы мои, отдельное вам здравствуйте. Ну что ж, поговорим о Лёле Быковой. Ребята, перед тем, как перейду к обзору, еще раз всех с Новым годом, с новым счастьем, но вопрос не об этом. Зашла скачать ролик, и вот такую вот красоту я увидела. Так как я Лёльку не смотрю, а скачиваю ролики, мне YouTube предложил проносный засип. Кто не в курсе, переведу с украинского языка, это слабительное. Вот почему-то YouTube считает, что на просмотрах Лёли должно рекламироваться именно слабительное. Вот так вот YouTube опять-таки ассоциирует с Лёлей. Ребята, кстати, эта реклама тоже встретилась впервые. Я подобного на YouTube еще не встречала. Хомяки, запасайтесь, там еще и акционное предложение, и будет вам счастье. Слабительное в самую пору. Расслабились и Лёльку смотрите, чтоб волосы на опе не рвать. Сколько еще бабла вам таким болезненным все-таки необходимо. Ну и так, конечно же, вернемся к самому флешмобу. Посмеялись и хоррэ. Лёля первое, что сказала, поведала нам, ребята, она виновата в выборе отца своим детям. Лёля, не отца, а отцов тебе в несчастной два раза не фартануло. И оба раза абьюзеры. И согласитесь, как такое может быть? На одни несчастные хрупкие Лёлькины плечи столько вот таких вот мужиков деспотичных. И насиловали, и силой брали, оскорбляли, унижали, ресницы стригли, в монастырь отправляли, а она все выдержала. Это действительно, ребята, как же нужно вообще крепиться и столько лет подряд, чтобы вытянуть тягло такое обращение к себе. Кстати, женщина достаточно сильная и волевое создание человек по своей природе. Но, по крайней мере, тех женщин, кого знаю я, с кем я общаюсь, даже уже зрители мои, с кем я в личках переписываюсь, это сильные волевые самодостаточные женщины. И вот, ребята, я не могу представить, чтобы раз оказавшись в таком дерьмище, когда тебя сбагрили, послали на три веселые буквы, ты второй раз ныряешь в это же болото, только в этом болоте ты живешь на протяжении 10 лет. И получается, что 10 лет у Лели не хватало силы духа, я не знаю, воли какой-то. Она продолжала все терпеть, все оскорбления, но ни в коем случае не бросала Женька и с ним не разводилась. Но, согласитесь, как-то абсолютно нелогично и неправильно. Я не поверю, что человек, оказавшись второй раз на месте жертвы, будет столько лет это усиленно терпеть. И вот возникает вопрос, то есть нас, получается, имели, а мы крепчали. Но не каждый человек, я не знаю, наверное, процентов, я так думаю, 10 из 100 женщин способны на подобный подвиг и героизм. Но именно так Леля, конечно же, это произносит. Ну и далее перешла, конечно же, тема Нового года, как Леля его праздновала. А праздновала Леля его по-взрослому. Дети были у Жени, но, я так понимаю, мама Лелина в круг взрослых людей не входит. Она, скорее всего, по ходу ясельная группа, или ибо нафиг нужно, скажем, дружно. То есть, да, Леля, мама сидит сама, кукует дома, отмечает Новый год сама с собой наедине, как будто не бабушка, да, десятерых внуков, не мать ни разу, вот она сама с собой наедине, а Леля празднует вовсю с молодежью Новый год. Согласитесь, как-то странно и непонятно. Мама, у которой сломана рука, которая, в принципе, не может себя обслужить, не может нормально себе приготовить за собой, убрать, отмечает праздник самостоятельно. Но Леля никак не смогла доставить маму. А как же? Ей вредны вот всякие, знаете, движения лишние и тому подобное. Не рекомендуется. Но отправить за мамой машину и забрать родненькую маму тоже не судьба. Хотя все прекрасно знают, когда Леля хотела смотаться к маме, она благополучно это делала, прыгала за руль и ездила. И даже ночь ее не останавливала и не смущала. И вот здесь опять-таки возникает вопрос, что же помешало в этот раз заботливой и горячей дочери смотаться ночью на пару с Сергеем Петровичем и забрать маму к себе в дом, чтобы в празднике мама не была одинока и брошена, а находилась в взрослой компании. Вот это, ребята, как-то выглядит мерзко, досадно и очень неприятно. Далее Леля, ребята, отметила, что у нее отснят исключительно взрослый, скажем так, материал. Кто-то его поймет, а кто не поймет, до свидания. И опять хочется сказать, Леля, не горячись, не горячись и уймись. Доведешь до того, что опять будешь стоять на коленях и просить просмотры, комментарии и не один, а по нескольку раз. 5-10 и помогите ролике достать из ОПА. Хотя, в принципе, с ОПА они не шибко-то, ребята, и достаются. В следующем ролике, скорее всего, я покажу скрин Social Blade. Это последний скрин, который я отсняла буквально сегодня. И он показал, насколько у Лели упала статистика по каналу Деревенский дневник очень многодетной мамы. Поэтому, Леля, еще не успела с ОПА вылезти, а уже благополучно сама себя отправляешь. Я уже говорила, мысли материальные. Думай о том, что ты своим языком лепетишь. Саша, как правильно это слово по-русски? Лепечишь. Лепечишь. Вот у меня Саня поправил. Саня, кричу, всем привет. Всем привет. А с Новым Годом. С Новым Годом, с новым счастьем. Молодец. В общем, вы меня все, ребята, поняли. Хо-хо-хо! Мэри Крисмас и хэппи Луи! Это англичанин. Ребята, с Новым Годом еще раз. Ну, в общем, все меня прекрасно поняли. Поэтому, Леля, мысли материальные. Бойся таких изречений. Бойся. Потому что уже на коленях не спасет. Придется ныть и стонать. И вымаливать очередную порцию просмотров. А то, гляньте, окролилась, воспряла. Леля, не забывай, что смотрят тебя хомяки. Далее, Леля, ребята, пожаловалась и рассказала, что в случае развода тяжелее всего маленьким детям. Они, к сожалению, быстро забывают плохое. И спрашивают, почему мама больше не любит папу. Вы знаете, вот здесь возникает вопрос. А было ли это плохое, что дети так быстро забыли? Ну, я могу предположить, маленьких детей. Но Саша, Данил, достаточно взрослые дети, которым уже тяжело навешать на уши лапши. И чтобы они быстренько забыли те все какие-то плохие действия, которые были со стороны их отца. Вот это для меня тоже как-то странно. А во-вторых, вот Леля забывает уточнять, что в случае развода, как она всем хомячкам кричит, да, разводитесь, не бойтесь, посмотрите на меня. Она забывает уточнить, что в первую очередь от развода и необдуманных решений страдают дети. И, как правило, когда люди говорят, что да, хотим сохранить семью ради детей, но я считаю, все-таки немного лукавства в этом есть. Но люди борются за свою семью, за любовь в этой семье, за гармонию в этой семье. И, кстати, адекватные люди борются до последнего. Вот реально борются просто до последнего. Я не знаю, прилаживают максимум усилий, прикладывают для того, чтобы не разрушить, да, вот эту тонкую вот эту грань. Потому что счастье действительно, да, и благополучие в семье, идиллия, гармония, любовь, она очень тонкая. Ее очень легко разрушить. И вот именно, что в случае развода в первую очередь страдают дети. И любая мама, как никто, все, я не знаю, как-то взвешивает, обдумывает каждый шаг, понимая, сколько боли можно причинить ребенку. Ну вот представьте, да, ребенок оказывается в ситуации, когда он не понимает, почему состоялся переезд. Неважно, либо он с мамой, да, переехал, либо папа ушел. И он не понимает, что произошло, почему родители живут отдельно. И вот здесь опять-таки хочется сказать, Леля, бойся своих речей. Бойся своих мыслей. Потому что и ты на этой теме хайпуешь. Ты пытаешься показать, как все здорово и легко, непринужденно происходит после развода. Но посмотри, что действительно с твоими детьми произошло после развода. Данил замкнулся. Младшими детьми никто не занимается. И для них трагизм, что мамы развелись с папой. И, кстати, обрати отдельное внимание, как твои дети тебя встречают после разлуки. А это никак. Это дети, которые абсолютно спокойно переживают расставание со своей мамой. Которые, видя маму, не кидаются к ней на шею, на встречу. Не кидаются, не целуют, не обнимают и не кричат, мамочка, как мы соскучились. Это дети, которые спокойно уезжают от Лели и едут к Жене. И нет никакого с этим напрягом. Поэтому стоит задуматься то, что ты творишь и что ты говоришь. И брать ответственность за свои слова. Ну и, кстати, отдельный момент. Леля рассказывает о том, какой тиран Женя. Какой он деспотичный. Что он с ними творил. Но она не конкретизирует, конечно. Здесь у меня возникает вопрос. Леля, а как же Артем и Ульяна? Вот у тебя так Женя до сих пор не верили. Федор, Алексей, что ты выгнала Женю. Это говорит о том, что что-то происходило серьезное, глобальное с твоих слов. Интересно, как же ты спокойно воспринимаешь то, что с ним находятся Артем и Ульяна? Или ты думаешь, что к ним эти, допустим, какие-то пытки, неважно, физические, моральные, применимы не будут? Или ты просто закрываешь на это глаза с позиции «моя хата с краю». То есть это происходит не у меня на глазах. Значит, все здорово и замечательно. И опять-таки интересный момент. Когда Женя издевался над тобой и твоими детьми, где находились Артем и Ульяна? Они тоже подвергались, получается, этим пыткам. Но ты молчала и прикрывала Женька. То есть, согласитесь, вот очень интересный момент. Потому что Лёля все любит упомянуть за Каблякову. Но все время забывают, что она, получается, покровительствовала и поощряла издевательство над собственными детьми. От Жени. И, кстати, не только над собственными, но и над Артемом и Ульяной. Это опять-таки, ребята, отталкиваясь от ее же слов. Ну и далее, как всегда, Лёля вернулась к теме флешмоба. 100 рублей из подписчиков – это такая вот такса. Ну или, скажем так, минималка. Но на самом деле Лёля сказала, можете отправлять хоть сколько-нибудь. Любая копеечка пойдет в помощь. Если бы каждый из ее подписчиков дал по 8 рублей, кредита бы не было вообще. Хомяки, что же вы такие несознательные? У вас же вроде бы такая сила и моща. 660 тысяч. А жлобите каждый. 8 рябчиков дать. Ну вот жлобы, конченые жлобы. Какая несправедливость. Вы какого хрена бесплатно смотрите Лёлю? И отчитываетесь, нет денег. А какого хрена нет денег? Вам нашли выход из положения. Фриланс рулит. Быстренько в очередь и побежали на фриланс. Зарабатывать и помогать многомамке. Далее, ребята, Лёля возмущалась, что походу за границей ее не смотрят. Она смотрит Donation Allers. Она смотрит, конечно, свои электронные кошельки. А баблота не заходит. Но здесь ее успокоили. Написали, за границей с нами. Прорвемся, мы тебя смотрим. Но Лёля все равно удивлена. Баблота не заходит. Где доллары? Где еврики? Приходится одними тугриками довольствоваться. Вот такие, ребята, очередные напасти на Лёлькину несчастную голову. Но и далее Лёля, конечно, рассказала. Она не нищая и она не попрошайка. И всех отправила почитать, что такое попрошайничество. И здесь хочется отметить. Лёля, попрошайничество в твоем случае – это прошлый век. Ты модернизировалась, обновилась, скажем так. Почитай, что такое киберпопрошайничество. И найди хоть один пунктик, который не соответствует тебе, как кибернищий и киберпопрошайки. Поэтому, ну, не тебе рассказывать о том, что стоит поискать на просторах Ютуба. Далее, ребята, опять-таки, Лёле не дают покоя блогеры, которые показывают трэш и дичь, по ее мнению. Включают донаты и вот творят просто беспредел. А она-то мама десятерых детей, которая, кстати, поднимает сама этих десятерых детей. Ребята, ну, все просто, вот как всегда, по накатанной. Один стандартный набор слов. Ну, и далее, конечно, королеву Лёльку поздравляют с Новым Годом. Просто королевишно и никак не меньше. Ну, и далее начался любимый Лёлькин шантаж. Если мы сегодня соберем всю сумму, я вам покажу такие кадры, от которых вы будете в шоке. А хейтеры и хейтерские каналы вообще захлебнутся. Лёля решила конкретно подогреть аудиторию перед выходом нового ролика. Сделать, так сказать, анонс. И показать всем, что же там ждет вот такое вот, что просто сведет, я не знаю, людей с ума. Я так думаю, Лёлька пристанет на туалете. Как она, кстати, обещала в одном из стримов. Будет стрим на туалете в красном корсете. И все, мы все просто захлебнемся от зависти. Какой у Лёльки корсет и как она могет. Ну, и далее Лёля, конечно, рассказала, что теперь у нее конкретно по планам заняться своей красотой. Да, ребята, оказывается, где-то происходили скидки в каком-то салоне красоты. Лёлька быстренько купила абонемент, потому что это новый этап ее лечения. Да, психотерапевт или психолог, не знаю, неважно, второй ку-ку, который руководит первым нашим ку-ку, отправил, значит, Лёльку в салон красоты. Она, конечно, тут же сказала, что это дорого, но она ждала момента, спланировала бюджет и теперь будет ходить и наводить марафеты красоту. И хочется сказать, хомяки, держитесь, выходите срочно с выходных дней и начинать тебе трачить. Вам необходимо теперь еще и королевишные салоны красоты оплачивать, а не просто вам хохры-мухры. Должна же быть Лёлька красивая, должна же быть Лёлька уверенная в себе. А как иначе? Ведь у нее шесть девочек, которые должны, глядя на Лёлю, брать пример. И страшно, если эти шесть девочек возьмут с Лёли пример, потому что тогда ваши дети, внуки и правнуки все будут потрачить на многочисленное количество попрошайок, а их как минимум шесть у Лёльки. И это пока, пока она еще не решилась на дальнейшее продолжение рода. Но к этому готова. Ну и далее Лёля вспомнила стрим, который происходил шесть месяцев назад, и как ее зрители довели нас до слез. Да, ребята, и такое бывает. Оказывается, они ей рассказали, что она красивая. Она плакала, а они рассказывали. Тут все это просто сделало мой вечер. Какая вот несчастная, убогая вообще жизнь у этого человека. Ребят, вы знаете, только, наверное, человек, который настолько не уверен в себе, человек с кучей комплексов, может вообще зацикливаться на внешности. Вот реально. Потому что когда женщина в себе уверена, когда она знает, что она притягивает внимание людей, внимание мужчин, ей не нужно будет, нет необходимости, чтобы кто-то ей об этом постоянно кричал и упоминал. И, кстати, самое интересное, что очень большой процент красоты наш идет изнутри. Как мы себя чувствуем? Что мы несем в этот мир? Что мы хотим от этого мира? Что мы отдаем этому миру? И от этого все зависит. И вы знаете, только действительно люди, которые бедны душой, которые убоги, вот они и зациклены на собственной внешности. Им очень важно, чтобы писали вот эти дифирамбы, пели их, да, и кричали, «Вау, какая ты красивая, какая ты классная!» Но Лёля не понимает, что это просто голимая лесть. Ребят, ну давайте быть объективны. Вы знаете, что я никогда не трогаю внешность, но факт остается фактом. Лёля обычная среднестатистическая женщина, и ничего в ней нет из ряда вон выходящего, чтобы вот эта толпа хомяков писали «Вау, Лёля!». Но Лёля воспринимает лесть как заявь, но это все равно остается лестью. И вот то же самое возникает вопрос к людям, а зачем вам поднимать чью-то самооценку? Человек должен здраво и адекватно себя оценивать, расценивать, и, кстати, объективно делать это. И, кстати, понимать очень четко, что пределу красоты и совершенства тоже нет. И самое важное, что внутри человека, чем он наполнен, чем его, скажем так, наружная оболочка. Но это не случай с Лёлей. И хомяки, как один, кричат о том, что помнят этот стрим, и помнят, как они писали, какая она красивая женщина. И здесь они тоже начали Лёле писать, какая она красотка. Блин, ну Дабун, вот знаете, идиотов. Вот просто Дабун идиотов. Одна вот Лёля на их уровне – это гений. Вот она их возглавила, а толпа идиотов влекует и аплодирует. Ну вот так они, ребят, для меня выглядят. Ну и далее тема перешла на тему Сергея Петровича. И, кстати, всё время меня волнует один вопрос. Почему её помощники отлынивают от всеобщих флешмобов и не принимают никакое участие? С учётом того, что хомяки им же собирают на зарплату. Вот если бы они тоже по соточке дали, насколько бы хомякам уже легче пришлось? Это как минимум строители, это как минимум Света, Надежда и Сергей Петрович. Уже пятихатка в кармане собрана. Какого хрена они отлынивают от общих обязательств? Или их это не касается? Они, наверное, избранные какие-то. Хомяки, задайте Лёле этот вопрос. Ну и опять-таки Лёля сказала, что помощник Сергей Петрович никак не может быть её ухажёром. Потому что он у Лёли в подчинении. Не может такой мужчина с ней быть рядом. Ну да, ну да. В бане веником её парить и по телесам хлестать он может. То есть к этому, да, вот к барскому телу царскому у него доступ есть. А стать её женихом, конечно же, он не может. Хотя он уже там видел всё, что только можно и всё, что нельзя. Лёльку в купальнике видал, веником по жопе лупил. Поэтому, ребята, представляете, вот такие у Лёльки на сегодняшний день двойные стандарты. То есть хлестать меня хлющи, в баню ходи, ну женихи ни-ни. Вот так это выглядело для меня. И далее Лёля, конечно, поведала о том, что Сергей Петрович уже на Ютубе зарабатывает больше, чем она ему платит. Поэтому она так надеется, что он её не бросит и будет с ней ещё очень много лет. Лёля, возникает вопрос, у тебя же есть якобы ухажёр. Ты же вроде как уже одной ногой замужем. Интересно, как два мужчины будут уживаться в одном пространстве, да, потому что всё-таки, скажем так, мужское начало никто не отменял. Второй момент. Чем же занимается всё-таки твой новый ухажёр? Как он планирует обеспечивать твою семью? И если он её не планирует обеспечивать, то зачем тогда вообще нужен Сергей Петрович? Пусть идёт и коровам вымя моет, дует их, ухаживает за ними, навоз таскает. А почему нет? И тридцатка в месяц будет целее в вашем семейном бюджете. Ну вот так, ребята, для меня это выглядело. Продолжение, конечно же, следует. А пока я со всеми прощаюсь. До новых встреч!